Алексей значит есть у меня к тебе несколько каверзных вопросов давай вот у меня подписчики зрители моего канала постоянно предъявляют мне претензию по поводу того почему дельта стоит так дорого ну например дельта рефлекс пароизоляционная пленка розничная цена у него где-то но так на вскидку 12 там 13 тысяч рублей сейчас она чуть подорожала сейчас она чуть подешевела 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 да было 13 тысяч рублей сейчас что-то 12 копейками да да примерно да вот вопрос за что за что вы берете деньги за качество за качество но на самом деле тут все просто ответ на вопрос кроется в самом материале потому что используется для производства первичный полиэтилен но и этого недостаточно потому что первичный полиэтилен он есть и в российской федерации слава богу но там существует еще и определенные специальные добавки чтобы улучшить и усилить некоторые свойства полимера поэтому обязательно присутствует стабилизатор ультрафиолета несмотря на то что это пароизоляционный материал я считаю это очень важный момент потому что мы не знаем когда у нас будет производиться отделка когда мы смонтировали пароизоляцию у нас присутствует мансардные окна могут быть дормеры какие-то открытые витражи и в любом случае преломленный ультрафиолет у нас будет попадать на нашу пароизоляционную пленку то есть грубо говоря есть у нас мансарда мы сделали пароизоляцию какую-то да то есть есть окна через эти окна попадает ультрафиолет да и пароизоляционная пленка она должна это все выдерживать да некоторое время хотя бы поэтому присутствует стабилизатор потому что кроме нашей компании к сожалению не один производитель стабилизаторов не добавляем соответственно преломленный ультрафиолет разрушает материал сразу мы этого не заметим но впоследствии разрушение это произойдет соответственно будет попадание влажного воздуха кровельную конструкцию 1 стабилизатор правильно да но это еще не все удали джигана есть конечно безусловно и у дави он присутствует это первый момент это только один фактор второй момент обязательно стабилизатор который увеличит термическую прочность материала термическая то для чего нужно в пароизоляцию но в любом случае у нас присутствует температура в любом случае присутствует температура и пластификатор который обеспечивает пластичность при низких температурах потому что если мы обратимся к физике и возьмем любой там даже полиэтиленовый пакет наш простой с которым там ходим в магазин или в магазине берем продукт складываем если мы выйдем с ним на мороз с хорошо нагруженным его тряхнем у нас порвется потому что полимеры они очень чувствительно чувствительно к низким температурам поэтому добавляя пластификатор мы можем спокойно работать с материалами в зимний период то есть они не будут охрупчиваться они не будут дубить и будут пластичные и никаких проблем не будет два параметры можно это уже три параметры и безусловно 4 параметр это прочность потому что любая пленка параметры я понял ультрафиолетовая 2 стабилизации 3 термизатор на то чтобы она не ломалась до и 4 прочность прочность это прочность потому что но с рефлексом там все проще понятно потому что там идет полиэтиленовая основа армирование полипропиленовой нитью и напыленный алюминий это кстати четвертый момент если мы будем говорить про рефлекс то что алюминий наносится методом напыления потому что большинство материалов это идет либо фольгирование либо алюминиевый слой приклеивается к основе что приводит к расслоению к очень быстрому к сожалению очень много примеров когда материал даже еще не монтировался его просто привезли на объект положили он полежал два дня и начинается отслоение алюминия случается алюминия вообще нужен для чего зачем вообще наносить этот алюминий это теплоотражающие свойства мы экономим на отоплении достаточно прилично но если не вдаваться там в глубокие цифры и в расчеты то применяя там дельта рефлекс через там 7 там 9 лет материал уже окупится потому что мы будем экономить на отопление нашего помещения вот и не будет происходить расслаивание потому что нанесен алюминий методом напыления потому что еще раз повторюсь при клеевом нанесении происходит расслаивание потому что клей разрушается и алюминиевый слой отходит и фольгирование она непрочная сразу представляем себе пищевую фольгу которую мы используем для готовки и видим какой она у нас прочность потому что фольга она достаточно тоненькая если мы ее на основу кладем эту фольгу и там термически допустим там закрепляем то начиная работать материалом эта фольга у нас начинает разрушаться уже в процессе монтажа вот с рефлексом таких моментов не происходит смотри есть у вас пароизоляция которая называется дельта люкс так есть такая на у нее есть какая-то паропроницаем это материал с ограниченной паропроницаемостью затем зачем она нужна зачем нужна эта ограниченная паропроницаемость если ты можешь взять это тот же самый рефлекс сделать так чтобы у тебя паров ну как бы мы и супер идеально не делали там все равно пары какие-то будут проступать да чем меньше тем лучше по сути применение люкса в условиях россии но я бы честно говоря она очень сильно ограничена ну да давай так скажем она очень сильно ограничена потому что люкс там коэффициент sd у нас два метра соответственно этот материал является пара тормоза ты объяснишь такой коэффициент sd до коэффициент sd это сопротивление диффузии водяного пара материала если простыми словами объяснять опять же не вдаваясь там в какую-то физику сложную потому что для простого заказчика это будет если он не связан с этими моментами это будет сложно для понимания но грубо говоря о чем мы будем говорить sd это свойство материала пропускать водяной пар простыми словами говоря если что такое sd 2 метра вот у дельты люкс и например из за два метра это говорит о том что материал пропускает через себя водяной пар также как два метра сухого воздуха то есть через два метра сухого воздуха водяной пар там постепенно постепенно выйдет если мы говорить будем про дельта рефлекс дельта даю джипи там коэффициент sd 100 метров соответственно удаве и 150 рефлекса это говорит о том что водяной пар практически через такой слой воздуха не пройдет то есть материалы обладают практически полный паронепроницаемость практически ключевое слово потому что пароизолятора у нас строительстве только два это стекло и металл все остальные материалы в той или иной степени пусть это будет там 000 после запятой они обладают пару проницаем сюда что же полиэтилен да это не будет происходить сразу потому что когда мы одеваем на что-то там влажное полиэтилен сразу там образуется конденсат у нас внутри там все то есть казалось бы он парни пропускает но все равно он обладает там минимальный какой-то паропроницаемость минимально вот и возвращаясь к люксу для чего этот материал нужен как правило это каркасные дома деревянные дома то есть там где у нас нету повышенной влажности вот в твоем доме люкс применять нельзя не заморачиваться ерундой не заниматься но нет если это действие это деревянный дом то есть опять же коэффициент какая какая выгода вот от люкса деревянный дом ну и что если я возьму рефлекс это же лучше будет правильно но тут есть такое понятие европейцев как сказать и экологические дома потому что возвращаясь к рефлексу он у нас не пропускает водяной пар соответственно мы обязательно должны продумывать систему вредительной вентиляции так она в любом случае должен конечно но у нас наши заказчики об этом никто не думает то есть считают что построили дом немецкая правильно не русские русские придумали такой поэтому обязательно при точно не хочешь не хочешь делать вентиляцию бери пароизоляцию который пар пропускает но как то есть тут получается такой скажем экологический дом потому что есть движение вот брус еще возвращаясь деревянному дому как раз у брус 150 у него коэффициент sd как раз примерно два метра то есть он будет также тормозить пару пропускать как дельта люкс они будут работать как легкие я вместе хорошо с этим понятно теперь такой тоже вопрос мне тоже часто пишут по поводу зачем покупать какую-то пароизоляцию если ты можешь взять например пленку полиэтиленовую до сделать ее но как наверное тоже ответ есть в том что ты рассказывал нету пластификатора да нет но ответ есть еще в одном возвращаясь опять к этим пресловутом 8 градусам и коэффициентом sd если мы откроем даже наши из покровали из покровали декабря 2017 года редакции там четко прописано что если мы используем полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции должна она быть не менее 200 микрон потому что но опять же не у всех 200 микронных пленок коэффициент sd 100 как у дави потому что нету вот этих опять же добавок почему вот ты спрашивал про стоимость самое основное даже стоимость не самого сырья то что она первичная а самое дорогостоящее то вот эти вот добавки все вот эти присадки которые составляют но наверное процентов 30 в самом материале они очень дорогие если взять простой полиэтилен с грядки с огурцов мы сняли даже если там наш производитель пишет можно его же взвесить это элементарно любой человек может купить рулон пленки зная метраж положить его на весы понять есть там 200 микрон или нетом 200 микрон как правило если на ценнике написано что пленка 200 микрон по факту там оказывается 150 соответственно коэффициент sd то есть паропроницаемость у этого материала будет недостаточно она не будет 100 метров она будет там 50 метров и при сильных перепадах в зимний период этот материал образно говоря может продавить по всей площади паром если допустим у нас в помещении будет плюс 24 а на улице будет сильный мороз минус 30 разница парциального давления высокая давление водяного пара высокая и будет проникновение по всей площади очень часто это хорошо видно на материалах с низким коэффициентом sd вот как вот эти все вот эти плетенки тонкий полиэтилен там армированный декоэффициент sd его производители кстати пишут где-то 20 метров где-то 7 метров где-то 5 где-то 30 и потом человек начинает зимой делать отделку лить стяжки штукатурить стены и вся влага у нас попадает не только через примыкание но и через площадь материала по всей площади идет проникновение и происходит намокание нашего пирога понятно по поводу проклейки пара гидроизоляция вот тоже мне часто пишут зачем это нужно сделал нахлёстом сантиметров 25 все у тебя будет хорошо даже помнишь в инстаграме был товарищ у нас общий который писал про то что ерундой мы занимаемся проклеиваем пароизоляцию это ничего делать не нужно нахлёста достаточно вот можешь этот момент как-то пояснить да конечно касаемо пароизоляции клеить обязательно это даже вообще сегодняшнем современном мире вопросов не должно возникать потому что мы должны саде создать воздухонепроницаемую оболочку соответственно мы должны проклеить нахлёст и герметизировать все проходки и герметичные примыкания сделать скобы от степлера до желательно чтобы минимизировать попадание водяного пара в конструкцию кровли либо конструкцию перекрыть если это будет холодный чердак например и утепление будет перекрыть если мы не проклеиваем нахлёст это даже даже если мы сделаем полметра нахлёст водяной пар будет у нас проходить в любом случае но опять же я бы сказал так что для деревянного дома или дома где нету вот повышенной влажности это может быть но не настолько критично скажем так потому что если воздух в помещении достаточно сухой даже вот это вот попадание водяного пара через вот этот большой нахлёст она не даст как бы намокнуть нашему пирогу но это уже скажем так как повезет потому что если мы проклеим и сделаем все герметично тут уже этот вопрос будет у нас закрыт то есть мы минимизировали попадание водяного пара пирог у нас остается сухим